Своя Бога, Мазостудия, Любимого, города Куришево, после смерти папа в 45-м году сказал, папа, твои леды, но умер. Папа, первый его профессиональный художник, портретист. И последующими своими действиями, последующими этапами в жизни и формирование династии он доказал. Мы говорим о Горадзе Сергеевиче Чернове, но я не стану говорить о нем ничего, потому что здесь присутствуют его дети, два заслушанных художника. Чернухин Сергей Горадзеевич, прошу вас, и Чернухина Татьяна Горадзеевна. Это те люди, которые своим определением, своего жизненного пространства, личного пространства продолжили в этой династии. И когда мы работали, я говорю, ну почему? Ну почему? Если мы могли пойти куда-то, там, ну как, 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 как случилось, как сформировалось, важно вообще. Вот почему мы стали художниками, что мы мне ответили, когда дети играют, мы что делали? Песловарь. Песловарь. Это вот художники мало говорят, да? Художники, как он больше пишет. А говорили они так, дети идут на улицу мяч пинать, а нам дается альбом. Сколько вам надо было тебе эскизов принесено? Десять штук. Десять штук. Двадцать штук. Играйте, гуляйте, брейкните. Но десять-двадцать штук они должны были принесить. Поэтому, когда начинаешь спрашивать, куда-то грубить, вы понимаете, как мы готовили проект, да? Мы просто, что называется, пытались цепляться, да? Играйте, да, да, ну, с великым problems, конечно, появилась семья, которая воспитывается, может быть фотографиями и так далее. Я не посмотрела ребенка, но у меня вот рисунки, автографика, но у нас не было. И это семья, которая вся в искусстве. Уже скажите, что я вас пропал. Во-первых, я хочу всех поблагодарить, что вас, Григорьевич, на наш язык творческий. Мы рады представить работу своей, своего отца, своего дедушки. Наша династия, даже не вам сказать, династия, это образ жизни, образ мыслей. Я сколько себя помню, ничем, кроме художника, я не могла себе представить. Как вот школа закончилась, учителя скажут, да, вы один, кто-то, другие какие-то математические и так далее. Это только художественные училища. Конечно, вот так от художников с 14 лет закончили институты, там работали. Ну вот стали художниками благодаря, конечно, нашему отцу Городцу Григорьевичу, который удивительный был человек. Он предан был искусству до... не до горных костей, а прям, как сказать... Это ум художник, это его жизнь. Просто человек нельзя было сказать. Сколько он работал, это каждый день, не попадая, все мы видели, его с кисточкой, с карандашом. Как он хотел в институты писать в периоду Успекистана и России, когда встреча Азона на своем. Сколько институтов у него? У него больше тысячи институтов. А институты — это законченные картины, которые вы можете посмотреть. «Прекрасные цветущие деревья», «Городачи осенние», «Успекистые кишлаки». Это, конечно, мы представили маленькую историку того же года. А жанровая картина. Поднял тему целых классов, как «Калпаки», которая сейчас тяжелее орать в море все уже вытесла. И вот в картинах остались прекрасные пейзажи орать в море. «Рыбы прекрасные», «Рыбачки-оралы». Ведут в клубу «Рыбачки-оралы», который остался, конечно, в коллекции института, и который служил для следующих поколений как образец. То есть это тот класс того периода везде, наверное, которые поднимали культуру, поднимали наибольшие деньги, которые оплачивалось это все. Поднимали и сделали класс столицкого большого истинного судьба. Ну, мы, как продолжатели его дела, конечно, стараемся все это передать молодому поколению, своим ученикам, своим детям, многим. А вот, с дальнейшим. Ну, надеемся, что наши внуки тоже будут в нашей семье. То есть тема продолжается. Нина Васильевна Уварова, мама церкви Гораций, Татьяна Горациевна, тоже художник. И благодаря ей мы можем читать дневники. Большое спасибо, низкий поклон Нины Васильевны. И, к сожалению, она долгое лето. Долгое лето, здравие, долгие лето. И, может, получится. Привезите ее. Да, поэтому эти дневники рекомендуем. Посмотрите. Несколько минуточек. Уделите время. Там пока история. Это история нашей страны. Через несколько сих. И это дорого стоит. Большое Вам спасибо. Спасибо.